Как вы думаете, почему Швеция является одной из самых лучших стран для жизни? Не считая спокойной политической ситуации и высокого уровня жизни, именно шведский дизайн влёк в основание размеренной и спокойной жизни Швеции. И сейчас я говорю не только об Икеи, потому что не Икея едины. И в данном видео я хочу вам рассказать больше о шведском дизайне. Сегодня я хочу показать вам два места, которые на самом деле очень разные, отличаются от нашего будничного представления о шведском дизайне. Но именно такие места и ложатся в основу шведской жизни и умения жить по-шведски. Меня зовут Инна, я дизайнер и иллюстратор. В данный момент я учусь в Братиславе на текстильном дизайне. И на своём канале я рассказываю о жизни в Словакии, о путешествиях по Европе. И также я рассказываю о искусстве и о дизайне в целом. Поэтому если данные темы вам интересны, оставайтесь. Ну а мы с вами пойдём узнавать и исследовать, что же такое шведский дизайн и почему он так влияет на шведскую жизнь. Первое, куда мы отправимся, это бывшая предельная фабрика, которая называется Спинериет и находится в Готеборге. Там можно найти огромное количество различных бутиков, секонд-хендов, а также кафе, где можно пообедать или просто перекусить булочкой с кофе. В данном месте находится несколько различных бутиков, которые предлагают различные аксессуары для дома. И думаю, вы можете заметить, насколько всё красивое, аккуратное и нарядное. Мне кажется, именно это и показывает то, каким шведы хотят видеть свой дом, насколько комфортно им хочется в нём находиться. И они действительно не жалеют ни денег, ни сил, чтобы найти что-то интересное. А почему же я говорю, что именно сил? Причина в том, что шведы действительно очень любят ходить по секонд-хендам. Конечно, для нас это может показаться весьма странным, что шведы из такой прекрасной Швеции ходят по секонд-хендам. Но именно там можно найти самые уникальные и удивительные вещи, которые уже давным-давно не сможете найти в магазине. В том числе, покупая вещи в секонд-хенде, вы поддерживаете экологию, не занимаетесь масс-потреблением, а также вы всегда можете стать хозяином какой-то уникальной вещи, которой не будет, скорее всего, ни у кого в округе. Ну и плюс, когда вы ходите по секонд-хендам, вы можете окунуться в ту старую историю, которая все еще очень важна для шведов, для их самоощущения и мироощущения. Поэтому я считаю, что шведский секонд-хенд – это отличное место, куда можно пойти и найти несколько сувениров из поездки. Так, например, я очень хотела взять одну шведскую лошадку, в итоге я забыла про нее и осталась без лошадки. Но ничего, может быть, я приеду в следующий раз и найду что-то другое себе по душе. Но помимо секонд-хенда в данном месте можно найти действительно много бутиков, в том числе, которые продают и авторские вещи, и какие-то более масс-маркет вещи. Каждый этаж, каждый бутик – это отдельный мир, куда хочется зайти, все изучить, и желательно выйти с какими-то впечатлениями и, может быть, вдохновением, а может быть, даже и приобрести что-то. Ну, я вам предлагаю просто пройтись вместе со мной и посмотреть на всю эту красоту. Само здание тоже весьма колоритное, так как это старая предельная фабрика, то здесь огромные панорамные окна, здесь действительно очень атмосферно, и это создает какой-то особый шарм данному месту, что по нему хочется ходить и ходить и изучать его, а изучать там очень много всего есть. Здесь можно купить не только какие-то вещи для дома, но также можно найти и различную одежду. Правда, нужно учитывать, что большинство одежды все-таки созданы для шведов, которые довольно высокие, и для них та одежда, которая представлена в данных магазинах, подойдет, а вот мне с моими низкими 157 сантиметров такое вряд ли подойдет, к сожалению. Ну, там есть на что посмотреть, в том числе на различный текстиль, также есть магазин с пряжей, которые просто интересно пойти и пощупать, посмотреть, из чего вообще вяжут шведы там. Но и что мне понравилось больше всего, это один дизайнерский магазин, который продает различные принты с Гютеборгом или с какой-то шведской или морской тематикой. Вы только посмотрите на всю эту красоту. Я просто ходила с открытым мутом, все снимала, и мне было так по кайфу находиться в этом месте, что я хочу вам его показать, чтобы вы посмотрели буквально все, что видела я. И посмотрите, какой действительно очень приятный и красивый текстиль. И что интересно, на многом текстиле одни и те же дизайны повторяются, но они исполнены в совершенно разных техниках. Например, вышивка или печать, или что-то вроде гобеленного ткани. Ну а я, прогулявшись по фабрике, увидев много-много различной красоты и вдохновившись, решила, что самое время подкрепиться и устроить ту самую традиционную шведскую фику. Про фику я уже рассказывала в моем предыдущем видео, ссылочку прикрепляю, обязательно перейдите, посмотрите и узнайте, почему же я так сильно люблю Швецию и что же такое фика. Ну а мы вместе с моей подругой Ланой, про которую я тоже уже рассказывала, из которой мы уже вместе побывали на одном замечательном острове, ссылочку также прикреплю, посмотрите, насколько прекрасно шведское побережье. Так вот, вместе с Ланой мы отправились пить кофе. Мы взяли две чашечки кофе и два десерта. На все это я потратила 150 крон. Перевод на евро прикладываю к видео, если вам это интересно, посмотрите. Но что мне нравится больше всего в шведских заведениях, это то, что вы можете наливать себе кофе самостоятельно. То есть всегда стоит отдельный стол, где можно налить себе кофе, налить нужное количество молока. Молоко может быть как обычное, так и вегетарианское. И уже вот с таким вот, собственно, приготовленным кофе отправиться и сесть наслаждаться своим десертом. Я взяла десерт с Робарбаром. Он был довольно сладкий, но в то же время кислый. Мне очень понравилось сочетание. А погода хоть и была дождивая и немножко прохладная, сидя в такой вот веранде, было очень приятно пить кофе и наблюдать за капающим дождем за окном. Но вы только посмотрите, как же здесь красиво. Ну а второе место, которое я хочу вам показать, это Свенгст-Тен. Мы уже находимся с вами в Стокгольме, на одной из самых дорогих и фешенебельных улиц. Название улицы прикладываю и адрес данного магазина. Также, если вы вдруг будете в Стокгольме, очень советую туда зайти и посмотреть, потому что это не просто магазин, это настоящий музей невероятной красоты. Но прежде чем я пойду вам показывать всю эту красоту, предлагаю вам немножко послушать, что же такое Свенгст-Тен. Расскажи немножечко про местный дизайнер. Сейчас мы находимся в Свенгст-Тен, в магазине Свенгст-Тен. И данная фирма начала свое существование в 1930 году. Эстрид Эриксон организовала данную фирму на свои деньги, которые достались ей от отца. И через несколько лет она пригласилась к себе на работу Йозефа Франка. На тот момент он был архитектом. Как я уже рассказала Насте, моей подруге-художнице. Кстати, у нее есть тоже YouTube-канал, я его прикреплю. Обязательно перейдите, посмотрите, что Настя рассказывает на данную тему. Так вот, сидя за чашечкой чая с бутербродом из селедки и мяты. Очень удивительное сочетание, но мне очень понравилось. Так вот, я рассказывала ей о том, почему же мне так интересен Свенгст-Тен и что же это такое. История Свенгст-Тен началась в 1924 году, в октябре, когда школьная учительница из Смоланда Эстрид Эриксон решила организовать свой собственный магазин. А деньги, которые достались ей от отца, она открывает небольшой магазинчик, в котором хочет продавать красивую железную фасону, чтобы украсить жизнь шведов. Уже в 1925 году Эстрид Эриксон получила награду в Париже. А в начале 1930-х годов к Эстрид присоединяется и Йозеф Франк. Именно он создал огромное количество различных дизайнов, которые вы сейчас можете видеть на экране. Именно он стал отцом всей вот этой вот красоты, которую вы сейчас можете видеть. И дуэт Эриксон и Франка действительно занял очень хорошее место в своей нише. В какой-то момент данный магазин стал очень узнаваемым, очень популярным. Даже сейчас посещая данный магазин, можно не переставая вдохновляться каждым дизайном, который сотворил Йозеф Франк. И они все еще очень популярны среди покупателей. Ну, конечно, нужно понимать, что это не масс-маркет, и цены там действительно выше обычных. Но я считаю, оно того стоит, потому что Франк вложил в каждый дизайн какую-то частичку своей души. А вот эта вот вся огромная палитра цветов так и притягивает взгляд. Сам Франк за всю свою жизнь и работу вместе с Эриксон в Свенгстен создал более 250 оригинальных дизайнов для ткани, которые все еще используются. Но кроме тех дизайнов, которые сотворил Йозеф Франк, также и молодые дизайнеры работают с данной маркой, создавая все новые и новые дизайны. Помимо текстиля, здесь также можно найти огромное количество мебели, также по дизайнам Йозефа Франка, также какие-то маленькие детали для вашего интерьера. И все настолько продумано и хорошо смотрится вместе, что выглядит на порядок лучше того, что можно найти в Икее. Хотя Икее я тоже очень сильно люблю. Думаю, когда-нибудь я тоже о ней сделаю видео. Если такой контент вам интересен, обязательно напишите об этом в комментариях. Мне будет приятно знать, что вам интересно смотреть на то, что интересно мне. Ну а мы давайте с вами насладимся просто всей этой прекрасной красотой. Спасибо Иде за то, что открыла для меня мир Суэнск-тэн. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если да, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь до следующего раза. И у нас с вами ждет еще несколько шведских приключений. Пока-пока. Сдержанным. А потом превратился в иллюстратора шведского. И рисовал вот такие смешные и всякие разнообразные картинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитры сделал DimaTorzok.